Сегодня офлайн пресс-конференция Добрый день, приятно познакомиться. Рада видеть вас снова. Приятно познакомиться. Они прилетели из Англии прошлой ночью, и с ними произошел неприятный эпизод. Их багаж был утерян, поэтому они не могли приехать сюда в костюмах. Но они считают эту встречу очень важной, поэтому утром поехали в магазин и купили новые костюмы. Но небольшие неприятности не расстроили английских клиентов, потому что для них очень важен китайский рынок. Китайский рынок является вторым крупнейшим в мире, самым большим количеством людей среднего класса в мире. А сейчас небольшая группа людей стоит во главе процесса перемен структуры потребления и международной торговли. Али Баба стали фаворитами китайского онлайн-шоппинга. Но как добиться успеха на рынке с бесконечными возможностями? Этот вопрос задают все зарубежные продавцы. Например, сеть супермаркетов в Сейнсборис, английский бренд с более чем 146-летней историей. В этом году они хотят впервые выйти на рынок Китая. Но у них совершенно нет опыта. Нет китайской команды. Ничего. После IPO, мировой рынок первичного размещения акций на бирже, в 2014 году, глобализация и привлечение международных брендов, стало одной из важнейших стратегий Али Баба. Расширение зарубежных рынков тоже является важной стратегией. Tmall Global стал важной платформой для размещения на рынке Китая, для большого количества иностранных компаний. Но на ранней стадии выхода на китайский рынок не обойтись без разногласий и переговоров. Разное прошлое, географическое положение, культурные особенности, разные языки и прочее. Но объем продаж вырастет в разы в день холостяка. Вам нужно помочь им принять решение. У них могут быть определенные беспокойства. Они не хотят делать большие скидки, и тогда тебе нужно объяснить им, что день холостяка – это не только скидки. И мы также многое делаем для брендинга в течение всего года. А затем они видят объем продаж, возросшие показатели и любовь китайских покупателей. Тогда они принимают решение, и мы можем расширить наше сотрудничество. Saora и Tmall Global – как мосты, которые связывают иностранные фирмы с китайским рынком. Они надеются, что зарубежные партнеры смогут как можно скорее интегрироваться в китайский рынок. И благодаря их усилиям китайские покупатели смогут получить более качественные зарубежные товары дешевле. У Китая с Америкой есть разница во времени. Их встречи обычно проходят ранним утром. И иногда они приходят сюда в 5 или 6 утра, чтобы созвониться, или задерживаются до 9-10 вечера. Зарубежные фирмы не знают китайские рынки, поэтому выбор товара, способ подготовки товаров и даже структура всего магазина должны быть обговорены с нами. Среди большого количества товаров, какие будут лучше продаваться и как покупатели смогут их найти. В 2014 году Костка, бренд, который существовал 15 лет, за пределами китайского рынка, решил выйти из китайских покупателей через Tmall Global. И Ся Цанхуэй лично участвовал в этом. В прошлом году мы много работали и формально начали сотрудничество в октябре. И менее чем за один месяц мы присоединились к фестивалю День Холостяка. Мы очень устали, но были довольны. 11 ноября 2014 года Костка вышла на китайский рынок. С двумя категориями товаров – орехи и клюква. И почти распродали свои мировые запасы. День Холостяка – праздник для свободных китайских молодых людей и девушек. За последние 6 лет удивляет объемами продаж и постоянно увеличивает ожидания зарубежных компаний. И сейчас Али Баба надеется изменить День Холостяка вместе с 5000 брендами из более чем 25 разных регионов. Это день, когда мы обмениваемся идеями. Этот день – это успех для малого бизнеса. Они могут расширить границы своего бизнеса. И это день, когда покупатели могут понять культуру других стран. Это возможность не только для Китая. Это возможность и для всего мира. Это начало Международного Дня Холостяка в Али Баба в 2015 году. Международного Дня Холостяка